На прошедшей неделе на Комитете по строительству ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области депутаты обсудили необходимость корректировок в бюджет региона текущего года. Этот вопрос вызвал оживленную дискуссию парламентариев в части перераспределения средств на реализацию проектов МинжКХ и текущих концессионных соглашений. Кроме того, депутаты обсудили необходимость введения в Новосибирской области дифференцированного тарифа на энергопотребление. Подробнее об этом далее в прецеденте. Законопроект о корректировках в областной бюджет на 2024 год и последующий двухлетний период депутатам представил министр финансов налоговой политики региона Виталий Голубенко. По контексту и по духу сам законопроект в большей части преследует цели отрегулировать те финансовые итоги, которые нам привнес этот финансовый период, для того, чтобы мы в дальнейшем могли уже, называется, без оглядки на незаконченные задачи 2023 года работать вперед с новыми темами, с новыми вызовами. Глава Минфина подчеркнул, что поправки в бюджет позволят отрегулировать финансовые итоги 2023 года. Дефицит бюджета увеличивается только на расчетную величину свободных остатков собственных средств. На слайде вы видели цифру 9. Депутатов заинтересовало уменьшение бюджета для МинжКХ. Наше министерство профильное МинжКХ бюджет уменьшен на 600 миллионов рублей. Хотелось бы, чтобы министерство прокомментировало, но и Минстрой увеличен на 1 миллиард. Куда тоже деньги планируют идти? Ведомстве уточнили, что перераспределение бюджетных ассигнований произошло из-за переноса сроков по строительству централизованной системы водоотведения в поселке Садовый. Причина – отсутствие проектно-сметной документации. Также министерствам предлагается уменьшение финансирования строительства канализационных очистных в поселке Ложок. Переносится по физическим объемам на 2025 год. Вячеслав Илюхин обратил внимание на нехватку водоснабжения в Ложке в летний период. На фоне новостей о подключении к сетям технопарка ситуация может усугубиться, заявил депутат. Без воды сидят каждый год. В такой период в летний, когда начинается поливка огородов, воды в Ложке нет и начинается шум. Он длится буквально одну-две недели, но он есть. Для того, чтобы эту ситуацию решить, идем в направление разработки проекта по обеспечению Ложка с точки зрения перспективы водоснабжения. Не меньше вопросов у парламентариев вызвало и увеличение бюджета на реализацию концессионных соглашений. У нас ни поликлиники, ни школы, ничего до сих пор не построено, ни инфекционная больница. А мы только что делаем, каждый год добавляем деньги на эти статьи. Я предлагаю из бюджета эти деньги исключить. Обсуждение коррективов областного бюджета продолжится на заседании и других комитетов законодательного собрания. Окончательное решение примет апрельская сессия. Там же рассмотрят и вопрос о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию. Она должна стать дороже для тех, кто больше потребляет. У нас полтора миллиона абонентов, полтора миллиона. И вот коснется повышение тарифа 69 домовладений. Притом у них потребление больше 15 тысяч киловатт среднемесячных. Куда они тратят неизвестно. То ли там они коммерцией занимаются, то ли эти биткоины делают, непонятно. И поэтому вот вы платите по 7 рублей теперь они будут платить. Но не хотите по 7 и хотите как все по 3 рубля платить, пожалуйста, потребление уменьшайте.